Выставку, посвященную событиям Курской дуги в российском центре, начали небольшим парадом от оркестра военной комендатуры. Здесь звучали как современные композиции, так и легендарные мотивы песен советских лет. Почетные гости праздника – ветераны. Среди них сегодня есть и те, кто принимал участие в боевых действиях на Курской дуге. Их воспоминания, их живые рассказы о военном времени – то, чем дорожат поколения благодарных потомков. Мы считаем, что такие мероприятия необходимы и для детей, и для взрослых, и для того, чтобы наша память берегла эти события, потому что это наша история, это история наших дедов и прадедов. Отдельный блок памятных мероприятий – выставка, подготовленная на основе уникальных материалов Московского музея Великой Отечественной войны и фондов Российского центра науки и культуры в Бресте. Многие экспонаты, фото, документы представлены здесь впервые. Каждый из них – это отдельный фрагмент истории, начало которой – 1943 год. Война переходит на новую фазу – стратегическая инициатива в руках советской армии. Я принимал непосредственное участие на Орловском направлении. Наша дивизия стояла сначала, и армия у себя стояла на реке Зуша. Потом нас в последних числах июня перевели под Орлов. И наш Брайанский фронт, третья армия наша, наступала непосредственно на Орлов. Сначала оборонялись, а потом наступали. Курская дуга, Сталинград – это именно в ходе Великой Отечественной войны какие-то переломные такие моменты. После этого как-то, ну, еще больше, что ли, креплая вера в то, что там фашизм будет разбить, так сказать. И другие народы поняли, что можно сопротивляться и нужно сопротивляться, потому что пол Европы была захвачена практически. Открыть для себя мир судеб и уникальных фактов истории может любой желающий. Выставка открыта для просмотра до 25 июля. Продолжение следует...